запущенные серверы клиент сегодня у нас очень простая тема простая лабораторная работа мы будем заниматься сетевым логированием вы в принципе знаете как работает журналом знаете варианты верналов мы будем настраивать журнал для работы по сети ну какие-то бонусы дает у нас единый сервер для работы с журналами там все хранится можно просматривать все оттуда потом у нас есть разное оборудование какие-нибудь роутеры еще что-нибудь которые тоже можно направлять всю информацию на сервер журнала но кроме того тут больше места если мы сделаем лог ротейт скажем раз неделю и храним 5 логов то есть на 5 недель у нас логи то тут мы можем хранить их намного больше тут у нас систем д у нас основная журнальная программа джорнал д исправляется с помощью журнал контрол вот у нас мы его смотрим но на самом деле у нас всю основную сетевую работу журнала обеспечивает демон rsyslogd ну это вообще более продвинутый rocket syslogd более продвинутый syslogd давайте посмотрим как он выглядит значит вот у есть файл каталог куда дополнительные конфиги бот ложится вот rsyslogd у него модульная конструкция у него разные модули для взаимодействия и со стандартными сервисами и для работы по сети и так далее и с какими-то кастомными сервисами вот мы видим что у нас что читаем конфиге из rsyslogd что у нас вот написаны определенные правила видим что самый большой у нас это варлок мисседжес мейлок милок мы уже использовали практически все что у нас есть кроме мэйла мэл кидается в мэйлок а тут мэйл нан не кидается и привели не кидается авторизация крон не кидается а все остальное уровня инфа кидается то есть это самый такой у нас большой смотрим его тел минус f вар лог он в разных дистрибутивов по-другому по-разному называется но в общем вот у нас видите что все то называется локал хост у нас все работает под локал хостом ну и видим что у нас есть вариант работы по сети вот у нас есть правило для работы по сети правило для работы через степи через у дипи но зачем нам по у дипи разные железки старенькие могут работать только по старому варианту по варианту дипи и видим что он у нас журнал д читает то есть журнал д посылает него в свою информацию он может читать давайте мы вот я вот в этом каталоге давайте мы создадим файл нет лог сервер вот так вот и сюда ставим shift средняя кнопка берем вот собственно все что мы подключили модуль работы по цепи и написали что порт у нас пятьсот четырнадцатый давайте посмотрим слов крепкий сипи ну вот shift shift page up мы видим что тут никакого сис лога нету мы прописали перестартуем system control статус сис лог сервис вот он крутится он подключен по умолчанию вендором и старт вот он запустился давайте мы посмотрим порт и шиф вот 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 рсис лог порт шелл называется что за портчил давайте проверим старая сервис с греб шелл да это 514 порт ну давайте мы откроем порт файл firewall кмд минус get services что у нас что-нибудь на сис лог похоже да есть сис лог давайте посмотрим что в нем написано лес лес user лес 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 сис-лог вот у нас ох как нехорошо это именно классический сис-лог по удп работает а мы то хотели более продвинута через tcp что нам нужно делать можно сделать дополнительный сервис как мы делали уже скажем сис-лог tcp а можем просто добавить порт firewall кмд это порт 514 tcp ну сервером мы завершили давайте проделаем с клиентом ну вот у нас крутится вот вы заметили что у нас localhost превратился в сервер потому что у нас стало instance нас стал серверным и теперь он должен разделять от кого приходят данные и он быстро из localhost превратился в сервер давайте теперь мы клиент мы не устанавливали все слот потому что он тут по молчанию стоит но при желании вы можете в и установить значит так ведь стара rc-slog t делаем нет лог клиент и соответственно прописываем что всю информацию все отправляем на хост сервер юзер нет сервер юзер нет на 514 порт перестартуем system control рестарт так вар лог и сейчас вот тут тоже localhost рестарт сис-лог по табуляции дописывать рестартанули что мы тут видим тут тоже localhost превратился в клиента теперь на сервер переходим и тут появились записи из клиента можно просмотреть эти файлы эти файлов достаточно много есть у нас несколько утилит гном систем блок например естественно ему для работы нужны перемещены ну достаточно простая утилита ну достаточно простая утилита уровня windows и вот блок такая же по большей части неудобная есть несколько утилит есть вебовские интерфейсы куча утилит но например вот такая вот очень простенькая и очень удобная утилита с текстовым интерфейсом тоже загружает все все себя загружает блоки удобно просматривать можно искать например слайш ну как ви из виа ищем сервер например вот сервер или клиент будем только клиент искать достаточно простая но при этом достаточно мощная утилита но как видите настраивать сетевой лог очень просто вы теперь складываете логи со всего своего оборудования не надо лезть на каждую машину чтобы его смотреть и можете просматривать можете отслеживать можете централизованно им управлять ну и естественно не забудьте в конце все сложить вагрант у нас тут провизион и вот у нас нет лог вот всю информацию пожалуйста сюда сложите соответственно пропишите файл для запуска нет лог и плюс к этому вагранте пропишите чтобы вы могли запускать этот скрипт при провизионке ну вот нет лог у нас сконфигурен вагрант вагрант и см дв